МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных самому знаменитому нашему земляку Владимиру Ильичу Ульянову Ленину, которому 22 апреля исполнится 150 лет со дня рождения. Но в объективе нашей камеры сегодня будет два исторических объекта. Это памятник Володе Ульянову-гимназисту и вокзал на станции Ульяновск-1, старый вокзал. Как ни странно, эти два объекта объединяет одна история создания. И вокзал, и памятник были возведены на площади в районе улицы Железнодорожной примерно в одно время, с разницей всего в два года. Но изначально они фигурировали в одном проекте. Когда-то на этом месте стояло одноэтажное здание вокзала из красного кирпича, построенное в 1898 году. Но с ростом пассажиропотока было принято решение его реконструировать. 21 января 1941 года Президиум горисполкома одобрил проект нового здания, но с несколькими дополнительными пунктами. Предлагалось установить на привокзальной площади памятник Ленину в юношеские годы, благоустроить прилегающие улицы и соорудить перекидной мост через железнодорожные пути. Осуществлению планов помешала война. К ним вернулись гораздо позже. Строительные работы по возведению вокзального комплекса начались в мае 1951 года. Автор проекта Михаил Абрамович Готлиб лично осуществлял авторский надзор. Проект разрабатывался в Центральной архитектурной мастерской «Мост Гипротранса» с учетом стилистических особенностей сталинской эпохи. Два первых корпуса ввели в эксплуатацию 31 декабря 1952 года. Среди лепнины над центральным входом сохранилась надпись «1952». Архитектурный образ вокзала прост и выразителен. Монументальное сооружение включает в себя двухэтажный центральный корпус и два боковых одноэтажных корпуса. Они соединяются с главным зданием колоннадами, расположенными параллельно первому пути. В длину вокзальный комплекс превышает 122 метра, ширина центральной части – 23,5 метра. Боковых корпусов почти 19 метров. Главный корпус состоит из двухэтажных крыльев и возвышенной центральной части, завершенной 38-метровой башней со шпилем, который увенчан звездой в окружении колоссев, перевитых лентами. Главный вход в здание со стороны привокзальной площади решен в виде большой арки, по сторонам которой в нишах изначально были установлены скульптуры рабочего и колхозницы – символов советской эпохи. По мнению многих архитекторов, привокзальная площадь должна была являться главным въездом, создающим у пассажиров первое впечатление о городе, и не должна носить чисто утилитарного транспортного характера. И поэтому 5 декабря 1954 года на площади между зданием старого вокзала и административным зданием РЖД был установлен памятник Владимиру Ульянову-гимназисту. Владимир Ильича Ульянова-Ленина многое связывало с нашим городом, названного в его честь. Здесь он родился в 1870 году. Окончил Симбирскую гимназию в 1887 году, получив за успехи в учебе золотую медаль. Потом переехал в Казань учиться юриспруденции. Так что неудивительно, что именно в Ульяновске появился подобный монумент, изображающий Володю Ульянова в годы обучения в гимназии. Владимир Ульянов изображен в гимназической форме. На плечо наброшено пальто в руках книга. Памятник состоит из трех гранитных ступеней нижнего блока и основного гранитного блока, переходящего в скульптуру. В качестве модели памятника выбрали работу молодого московского скульптора Владимира Ефимовича Цыгаля. Архитектором памятника выступил Михаил Готлиб, который проектировал вокзальные здания. В 1949 году Цыгаль высек из мрамора статую Ульянова-гимназиста. Она выгодно отличалась от многочисленных помпезных вождей, которых ваяли в те годы. В 1950 году этот его труд был отмечен Сталинской премией, а скульптуру приобрела Третьяковская галерея. Также несколько музеев СССР и стран-соцлагеря заказали авторские копии скульптуры. Но дальше всех пошли ульяновцы, предложившие в 1953 году превратить статую высотой 119 см в 5-метровый гранитный монумент. В том же году Владимир Ефимович выполнил эту скульптуру в глине, отформовал в гипсе. Но из-за отсутствия нужного по размеру куска гранита, начал ее выполнение лишь в 1954 году и завершил в октябре месяце. Причем за гранитами ему пришлось лично выехать на Украину в Токовский карьер. Как правило, при авторских повторениях художник привносит в них что-то новое. Ульяновский памятник не исключение. Свои законы диктовал и более строгий, чем мрамор материал, гранит. Лицо Владимира Ульянова на памятнике стало чуть взрослее. Кстати, в те же годы скульптур работал над памятником Ленина студенту перед зданием Казанского университета. Их и открыли один за другим в Казани в ноябре, у нас 5 декабря 1954 года, в День Конституции, Сталинской. По этой площади в тот день впервые прошли маршем военные, курсанты гвардейского танкового училища. Это единственный памятник нашего города, на постаменте которого отмечены не год его сооружения и не даты жизни человека, а конкретный год из жизни Владимира Ильича Ульянова-Ленина, 1887 год. 1887 год был непростым годом для Владимира Ильянова. Тогда был казнен старший брат Александр. В том же году Владимир Ильянов окончил гимназию с золотой медалью, и семья Ильяновых покинула Симбирск. Со временем здание вокзала стало тесно, и железнодорожную станцию перенесли в Киндиаковку, где в 1970 году было построено современное здание вокзала Ульяновск-Центральный. В настоящее время старый вокзал закрыт для работы с пассажирами. На его территории организована пассажирская техническая станция, где ведется подготовка вагонов в рейс. Смысловое и символическое значение памятника стало не таким, как раньше. Но о памятнике не забывают. К его юбилейной дате в конце прошлого года территорию начали реставрировать. К 150-летию Владимира Ильича Ульянова-Ленина реставрационные работы будут завершены. Редактор субтитров А.Семкин